Продолжаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер Ассадьмии Парагин Дмитрий Михайленко. Традиционно он подведет итоги игры, потом ваше. Я думаю, получилась сегодня игра зрелищная для болельщиков. И крупный счет, наверное, отражает, в принципе, и происходящее на поле. Действительно, 20 ударов по воротам мы нанесли медали особо противнику. Ничего создать у своих ворот. Для нас эта победа носит очень важный такой психологический аспект. Победить лидера, команду которой в графе пропущенной мячи было ноль. Команда, которая с начала сезона еще ни разу не потерпела поражение. Это очень важный момент. И, я думаю, психологическое преимущество, то психологическое преимущество, которое мы сейчас получили, должно нам помочь в будущем. Вопросы ваши? Александр Осталович. Ну, что нас победили. Скажите, пожалуйста, что в первую очередь послужило, потому что получился такой результат? Потому что, как мне кажется, все еще началось от агробизнеса. Это была такая, как заготовка. Мы немножко применили схему. А вот когда сегодня, логично, вышло смешко, это в какой-то степени, мне кажется, в первую очередь поменял на иглу в креативе. Так ли это? Совершенно верно. Но мы не меняли схему. Мы подстраивались под противника, потому что он играет в три центральных защитника. И здесь есть определенная сложность, как нам вскрывать действительно очень плотную оборону. Плюс Саша Снежко, совершенно верно, он очень хорошо позиционно чувствует игру. И он нам нужен был для того, чтобы связывать. Команда противника активно тройкой накрывала. И Саша отлично чувствует позицию, видит те зоны, куда нужно открываться для того, чтобы продвинуть мяч на половину поля противника. В принципе, с этой целью мы его выпускали. Получилось в других играх. Может быть, будет полезнее и загальский игр. Поэтому на сегодняшнюю игру мы выбрали такой вариант. Видим, что не ошиблись. И, в принципе, Снежко был сегодня очень важной фигурой в игре. Получал мяч, и слева очень много атак было и качественных, которые завершались потом забитыми голами. Ваша команда действительно сегодня играла хорошо, соперник плохо. Но Вы провели весь матч в кромке поля. Что-то все время подсказывали. Успокойтесь, по-моему, при 5-0. Что-то было не так? Нет, все было так, но здесь есть нюансы. Нам нельзя было слишком растягиваться. Потому что, я еще раз повторю, очень тяжелая схема для того, чтобы накрыть противника. Нам нужно было прессинговать. Для этого нам нужно было просто быть компактным. Поэтому мое присутствие у кромки поля было вызвано именно тем, чтобы больше подсказывать линии обороны. Нам нужно было все время поджимать, потому что игроки Питько и Цюпа, если растягиваться, они будут одни. И, в принципе, Волынь доставила много проблем командам в предыдущих турах. Поэтому здесь нужно было просто активно, еще там в силу. Мне кажется, сравнительно небольшого пребывания в команде тоже и Дима Башилай, и Сергея Чеботаева. Но они не подсказывают. С этим есть у нас проблемы. Поэтому пришлось эти функции возложить на себя. Еще вопросы? Министерство, я знаю, что перед этим матчем была такая круглодельная цель. На Басе Ивы команда пообещала, Андрею Оган, парень, который сегодня увидел на операцию, что сделайте, что это важно для победы. Можно ли этот матч, он будет смотреть сюжет, ждет, да, можно ли эту победу посетить и так же самое время? Да, пришел парень, уезжает на лечение в Турцию, попросил выиграть. Всем, конечно, понятно, что это футбол, результат может быть абсолютно любым в любой игре. Мы гарантировать, конечно, ничего не можем. Мы можем обещать, что все сделаем для того, чтобы победить. Мы играем на победу в каждой игре. И даже в тех, в которых, может быть, не все получается, результат не в нашу пользу. Но мы действительно выходим для того, чтобы играть красиво, атаковать, бить по воротам и выигрывать. Поэтому то, что сегодня так получилось, действительно, это здорово. Парню, выздоровление. Спасибо. Все, спасибо. С праздником всех.